Да с чего вы все взяли, что Литл Биг туда едет? И вот ты вот так. Сейчас мы разбираемся, Литл Биг или не Литл Биг. Сечешь разницу? Папа, Литл Биг! Из всего вышесказанного люди сделали один вывод. Киркоров продюсирует Литл Биг на Евровидении. Всем привет, это Евровижн, настоящий экспертный влог, который делаем для вас мы, я, Яна Чурикова. И ребята с двух самых уважаемых мной пабликов о Евровидении. Это Евровидение по-русски и Евровидение ВКонтакте. Вот, собственно, от Евровидения по-русски сегодня Даша Швадронова. И сейчас мы с Дашей ответим на самый главный вопрос. Окей, если Евровидение состоится в каком-нибудь формате, но все же состоится, то поедет ли Литл Биг? Даша, что думаешь? Мне кажется, поедет, потому что ну столько намеков в интернете. Да с чего вы все взяли, что Литл Биг туда едет? Давай твои доказательства, хорошо? Ну, смотри, вот первое, допустим, Юра Музыченко, который был на подпевке, подтанцовке в том году у Литл Биг, опубликовал в Инстаграме, что якобы он в барбершопе готовится к Евровидению 2021 года. То есть уже первое. Хорошо, это типа твой аргумент за, но показывай пальчик. Да, ну, за. Окей. Как такой себе аргумент? Во-первых, это было давно. Мне кажется, у него не только усы, уже борода должна была отрасти с тех пор. Так, хорошо, еще давай твой аргумент. Антон Лисов, который является участником Литл Биг, клоуном Литл Биг, когда только объявили, что Евровидение состоится в 2020 году, он сказал, что мы поедем и напишем песню лучше в следующем году. То есть уже обговаривают, тогда еще обговаривали. Но дальше там очень у него правильный пост, в котором очень много если и никакой конкретики. Так что, не, не принимается. Хорошо, убей меня чем-нибудь. Ну, самое свежее, буквально, ну, вот, несколько месяцев назад в интервью у Радио Энерджи Лия Прусикен, солист Литл Биг, сказал, пока ничего не понятно, но мы будем песню отправлять. И если нас выберут, мы поедем на Евровидение. Не знаю, ребята, как вам, но мне кажется, что все вот эти вот аргументы перевешивает один железный аргумент против. Ты слышала официальную позицию Первого канала? Нет, я не слышала. Вот и я не слышала. А все почему? Потому что ее нет. Это, как мне кажется, основной аргумент против на данный момент того, что Литл Биг поедет на Евровидение. Но буквально недавно Валдис Пельш в эфире Первого канала сказал, что Литл Биг все-таки едет на Евровидение в этом году. Ты имеешь в виду вот этот отрывок, где он в эфире программы у Гады Мелодии сказал, что Литл Биг едет в 21-м году. Итак, сейчас прозвучит фрагмент мелодии Литл Биг, с которым они поют на Евровидение. И я попрошу вас исполнить некий танец, каждая свой, любой ваш характерный танец под эту мелодию и под аплодисменты всех зрителей. Потому что мы едем на Евровидение и продолжаем ловить хайп на этом конкурсе, ибо у Литл Биг все шансы, а особенно с такой подтанцовкой. Три, два, один, музыка! Вы пьющие, возьмите. И ты считаешь, что вот это вот доказательство того, что Литл Биг поет на Евровидение? А как же, потому что первый канал все-таки Валдиспельш. Валдиспельш, Валдиспельш! Кто здесь сказал Валдиспельш? А меня не надо звать, я сам прихожу, когда люди говорят, Валдиспельш, приди к нам, вы же сказали, приди Валдиспельш. Вот я и пришел, здрасте. Ну вот ты видишь, вот разве можно верить этому человеку? Ну на самом деле, вот очень многие мои предсказания, они сбывались. Я вот, допустим, в свое время говорил, что Яна Чурикова, у нее будет свой YouTube-канал. И что, сбыл он? Да. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Так, давай, подожди секундочку. Ты же ведь был в здравом уме, когда ты записывал программу. Нас проверяют обязательно на трезвость в кадре, перед входом в кадр. Поэтому, да, я был трезв, я был вменяем. Мне на самом деле было видение. У вас вообще есть время меня послушать? Есть. Подожди секундочку. Ты сказал, вот прям слово-слово, что Литл Биг поедет на Евровидение на 21 год. Мне было видение, что YouTube-канал Яны Чуриковой поглощает первый канал, и она логично становится директором Дирекции развлекательного и музыкального вещания. Ну, ты даешь все. И звонит мне уже в качестве директора дирекции и говорит, слушай, Валс, мне нужна платная консультация за 5000 рублей. Кто поедет на Евровидение 2021? Я почему, я не знаю. Почему ты говорю Литл Биг? Даша, в общем, ты все поняла, да? Да. Что вы все поняли? Я. Что? Ну, расплатиться бы хорошо. А ты в этом смысл? Но 5000 рублей. Поскольку ничего из того, что ты сейчас сказал, не сбылось, давай все-таки попытаемся объяснить зрителю, что с тобой произошло в тот момент, без шуток, когда ты произнес. Я тебя честно спрошу, а кто? Дай мне альтернативу. Кто? Вот по твоему мнению, кто должен поехать на Евровидение? Подожди, это другой вопрос. Ты прямо сказал. И люди думают... Да потому что у тебя нет вариантов. Конечно нет. У всех нет вариантов. Это другая программа. Вот кто поедет, это другая программа. Сейчас мы разбираемся, Литл Биг или не Литл Биг. Сечешь разницу? Да. Так вот, раз ты, будучи в трезвом уме, в твердом абсолютно сказал, вот Литл Биг едет. Это мой чистый разум, потому что объективно, с точки зрения формата этого конкурса, с точки зрения известности, а известность влияет... Я в свое время когда-то в Латвии писал прямые репортажи с Евровидения, когда там была наша любимая группа Татур. И то, как за ними все бегали, и то, как с ними все вот прямо ловили каждое слово, это на самом деле влияет на решение жюри, влияет на исход голосования, как мне кажется, известность артистов. Литл Биг достаточно известная группа на Западе, но, во всяком случае, у нас не было ничего известнее, но за исключением Тату. И та музыка, которую они делают, во-первых, это музыка. Это музыка, понимаешь? Это не дышь-дыщь, унс. А это музыка, и она, мне кажется, очень придется по вкусу всем зрителям Евровидения. И вот ты просто основываясь на вот этом своем предположении, залепил, что они едут в 21-м году. Да, да. То есть инфа неофициальная, мы можем расслабляться. Совершенно, нет, конечно. То есть мне не звонил Константин Львович Эрнст или Юрий Аксюта. Слей, но аккуратно. То есть этого не было? Аккуратно. Так, ой, а что, я сказал слуха-то? Нет, такого не было. Даш, что я требовалась доказывать? Ребята, выдыхаем. Ну тогда, значит, отдаю тебя на растерзание Дарье. Даша, жги. Ну, может, первый канал сейчас как-то намекал вам? Кого? Сечений? Чего? Да. Может быть, какие-то другие артисты? Не только ли другие? А, было, 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 было. Зарплатой. В смысле? Ну, в связи с инфляцией, у меня зарплата большая, но поскольку инфляция... Ну, тебя ненавидим уже здесь. ...и город, что-то отрастет, остается немножечко маленькой. Вот, может быть, это был намек. Намек, Валдис, на артиста. На артистов, на евроизме. Слушайте, я вот так скажу. Я вот так скажу. Был такой немецкий летчик Первой мировой войны, Удет. Нет, ну это абсолютно серьезная история. Почему ты мне... Вот что ты хихикаешь, Ян? Второй, кстати, по результативности. Немецкий ас в Первой мировой войне, у него, Эрнест Удет, у него на хвосте, хвостовом перене, было написано «Du doch nicht», только не ты. И вот кто-то заходил из французов к нему в хвост, допустим, читал, маза нет. Ну, без шанса. И? Вот я тебе могу сказать, что «Little Big» могут у себя на пояснице написать то же самое, потому что, мне кажется, это оптимальный, правильный, логичный и многообещающий выбор. Потрясающе. Я лично, как гражданин Российской Федерации, я посылаю «Little Big». То есть это лично ты послал, «Little Big», а Первый канал пока никого не послал. Вот что мы знаем. Первый канал может меня послать, но не на Евровидение, а вообще послать. Это право Первого канала. Но вот я, как гражданин, я и говорю, езжайте, ребята, вы сможете. Короче, пока выдыхаем. Официального подтверждения как не было, так и нет. Но у нас для тебя кое-что есть. Гавел. Как ведут, если ты только еще хочешь что-то там попытать. Нет, все, все вопросы сняты. Выдыхай тогда, расслабляйся. А вы, кстати, заметили, что вот в этих «Угадай мелодию», которых вы смотрели, да, я был такой молодежный и такой резкий. Да, просто топовый. Рэббрендинг! Рэббрендинг! Стайл был просто топовый, как сказал мой ребенок, посмотрев на твою куртку, извините, оверсайз. Он сказал. Да. И что, как тебе в этом комфорт? О, слушай, очень здоровый какой-то. Я такой, ну, быстрый стал, резкий. Он как нелетто такой. Ловкий. Нелетто. Кстати, надо сказать, что очень приятное было знакомство. Я вот увидел очень интересный, спокойный, уравновешенный человек, который действительно… Да, что самое интересное, к нам приходили там и Джонни, и Нелетто, и Нагарова. Ну, вот все вот такие вот молодежные. Они все искренне подходили и говорили, спасибо. Вот, вот, вот хорошо у вас. Вот мечта все-таки, она была мечтой. Вот она реализовалась. Спасибо за детство. Да, спасибо за детство. В этот момент я обычно плачу, потому что мне тоже так говорят. Вот, и часть из этих молодых артистов, ну, в частности, допустим, Данила, который нелет, оказались очень приятными и весьма интересными людьми. Я очень рада, что у тебя тоже такое впечатление возникло. Это правда классные молодые ребята. Диалог поколений произошел. Ребята, Пельш наконец знает, что поет нелетто. Слава Богу. Ну, я не пою единственную правду. А вот об этом сейчас мы поговорим как раз с тобой. Валдис, ты же пришел в блог про Евровидение. Угу. Поэтому, знаешь, что такое карма? Так вот, она тебя настигла. Мы сейчас сыграем с тобой в какую программу? Ну, назови мотивчик, конечно. В программе «Угадай Евровизионную мелодию» испытания для Валдиса Пельша звучит первая Евровизионная мелодия. Итак, внимание. Все. Вторая вещь, сделка из дечка. Не забивай. Мне кажется, даже я не знаю, что это за мелодия. Даже Даша, она знает все песни Евровидения. Смейся в лицо судьбе, Примадон. Нет? Нет. Нет, он показал знание контекста, но это не она. Ну, может быть, еще увеличим количество нот. Дать четвертую ноту. С трех нот сложно угадывать, даже подсказок нет. Там песня женщины или песня коллектива. Подожди, сейчас мы... Стало легче. Хуже, знаешь, ситуация была только давным-давно. В шоу Игоря Угольникова я угадывал мелодию с кинофильма «Профессионал». А там «Пам», «Пам, » «Восемь раз». Все одинаковые. Вориконы все-таки уметь писать. Да. Давай пятую. «Та-та-та-та-та-та-та-та-та». «Мы ведем с собой кота, ежика-собаку, петь по забияку». Это просто было еще до изобретения телевидения, когда проходил Евровидения, нас представляли этой песней. Это абсолютно точное знание, абсолютно точное знание. Да-ра-та-та, да-ра-та-та, мы везем с собой кота. Это не она, это не песня про кота. Ты хочешь, чтобы мы тебе еще дали нот или дали подсказку? Давай подсказку. Подсказка номер один. Это песня про девушку-жительницу Мурманска, Якутска, Сыргута. А, девочка севера, девочка... А группа как называется? Девочка с севера, премьер-министр. Правильно. Но надо сказать, что человеку, который с трех нот угадает эту песню, надо ставить прижизненный памятник. Хотя бы в Останкино, например, хотя бы в районе первой-второй студии, потому что это без подсказки не вынимается, но в любом случае я считаю, что какие-то... Кто-то из великих сказал «все потеряно, кроме чести», вот это сейчас касается меня. Да ладно. Честь потеряно не было. Не-не-не. А, это Франциск Первый сказал. Да, это Франциск Первый сказал. Уверен, не второй. «Все потеряно, все потеряно, кроме чести». Отлично, нет, ты прекрасно справляешься. Одна подсказка, четыре ноты, и все, прям шоколадненько. Так. Прекрасно. Песня номер два. Ну, Феню Морриконе. Быстренный профессионал. И там лежит этот самый бельбандо убитый, да, и вот взлетает вертолет, и вот... Я тебе к тому, что это глубоко копаюсь, дядя. Ты все-таки бумер, поэтому... То есть, если я скажу, дайте мне еще одну ноту, там будет такая же, как и здесь. Подсказку, пожалуйста. Дядя, давай попробуем. Ну, хорошо, давай. Ну, вот, подлость очевидна. Подлее только программа «Кто хочет стать миллионером?» Когда ты говоришь 50 на 50 и убирают два варианта, которые ты уже отмел, потому что они для тебя были понятны, да, и что это не те варианты. Те оставляют две, по поводу которых ты сомневаешься. Подсказку, пожалуйста. Хорошо. Даш, дай, пожалуйста, подсказку, я не могу. Фамилия этого исполнителя, известна во всем мире. Она такая очень космическая. Ох, не Киркоров. Почему? Космическая? Нет, ну, во-первых, болгары, да, в космосе, и россияне, они не ставят весь мир. Значит, отняла Борисовна Пугачева, потому что она пела «Примадонна», а «Примадонна» бы я угадал. Фамилия, значит, кто у нас Лазарев, да? Адмирал Лазарев. Девушка. Хорошо, девушка. Девушка. Допустим, девушка. Девушка, какая-то добрая. Девушка, у нас была Алсу, Юля Болкова, Елена Катина. У нас была... Может, нотку послушаем еще? Нет, 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 подожди, подожди, подожди. Я, я, еду, я, еду. Ну, там будет то же самое. Ты вижу, понятно. Нет, там уже точно будет... Это не Алсу. Алсу пела... В теле? Да. Не, ну, слушай, я же все-таки угадается знатный. Дайте, пожалуйста, еще нотку. Другую, есть ли? Ну, это же очевидно. Та-да-да-да-да-да. Девушка. Нет, 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 нет. Подожди. А, значит, ну, кто у нас? А, это Гагарина, естественно. Полина Гагарина, естественно. Естественно. Я почему-то... Надо было не брать, надо было чуть-чуть... Конечно, я вспомнил Полину Гагарину и ее прекрасную песню The Million Voices. Так, два из трех и финалочка, друзья. Три ноты. Тут-ту-ту. Ну. На самом деле, тема для диссертации, что все песни, которые мы посылаем на Евровидение вместе с исполнителями, они все начинаются с одинакового количества одинаковых нот. это наша российская фишка. Поэтому мы очень редко выигрываем. Короче. Ну, это другая песня, я тебе клянусь. Давай подсказку сразу. Нет, подожди, давай послушаем ноты. Ну, хорошо. Ну, почему ты сразу? Ну, потому что вы... Вы, вы же наверняка хихикали, когда вот меня приглашали и думали, а, пельшара, конечно, он так, он так обломится. Давай-давай-давай, вот-давай, значит, давай. Он говорит, я не знаю, дайте подсказку. Мы говорим, бле-бле-бле. Давай мы тебе насыпем еще нот. И опять ты-ты-ты, ты-ты-ты. Да? Там ты-ты-ты-ты-ты-ты будет? Конечно. Соловей, соловей, пташечка. Но. Ян, ты тоже придешь ведь ко мне рано или поздно на «Угадай мелодию»? На один из новогодних выпусков. Мне конец. Бойся, Яна. Зачем, зачем я повелась на ваши провокации? Подожди, а что у нас Лазарев пел? У нас Лазарев пел... А две песни Лазарев пел? Тебе какая нравится? Которая «Скрим», но она более такая медленная. Я ее вообще почему-то не помню. А потому что она вот из последнего. Я помню... «You're the only one» Вот это вот. Но это... Там не похоже было начало. Но это почти Лазарев. Это почти Лазарев. Значит, это Билан. Вы, ребята, даете. Ну как, Лазарев и Билан. Билан и Лазарев. А песня какая? Ну какая по... А какая? Где женщина из рояля вылезает. Билановская песня. Ну, да. А как она называется, случайно? Не помню. Она называется... У нее много названий. Как и много правообладателей. Да, кстати, тоже много. В первоначальной версии она называлась Плющенко «Катайся». Точно, это та самая песня, ребята. Да. Браво, Валли. Взял три очка из трех. Да. Еее. У-у-у-у. На самом деле она тоже называлась «Never let you go». Да-да-да-да-да. «Never never let you go». И плюс еще русское название. Так устроен этот мир. Да. А можешь выпрыгнуть из рояля красиво? Нет. Я не могу. Я не могу в него залезть. Даже в фигню. Нет, я тебе могу сказать, что из моих реальных достижений, то, что я, допустим, к своим годам, а их немало, могу залезть в болид «Формулы-1». Это почти как зависает. А там надо убраться полностью. То есть там же сами борта нависают над гонщиком, так что у него торчит только голова. И вот ты вот так. На выдохе. И там оказался. Серьезно, у меня попа туда не пролезла. Вот так вот. Ну, как с тобой после этого дружить, продолжать? Ну, дружить все. Просто не лазь со мной в болиды «Формулы-1». Я даже не собираюсь. Не шарься со мной по этим болидам. Я к тебе на программу не приду. Я знаю, что там меня ожидает после этого. Дорогие друзья, обязательно, обязательно, все поклонники канала Яны Чуриковой, обязательно следите за судьбой программы «Угадай мелодии», потому что рано или поздно Яна туда придет, и я буду потешаться над ней. Я буду издеваться над ней. Я буду троллить ей я. Но Чурикова все равно в конце выиграет. Потому что чем хороша программа «Угадай мелодии», скажи мне, пожалуйста. Так, кстати, чем? Тем, что там все решает ведущий. Ты можешь угадать мелодию, можешь не угадать. Пока я не засчитал или, наоборот, не опроверг твой, ответ. Никаких джинглов правильно-неправильно. Я там решаю все. Кому жить, а кому умирать. Короче, в Пельс решил, что Little Big поедут на Евровидение. Я считаю, что со мной сейчас согласно большинство аудитории, жители нашей страны. Но давайте так, что если я оказался прав, мне призов не надо, не ради чинов и наград, не ради чинов. Но вы обязательно в пост Евровидейной программы скажете, а вот все-таки, вот все-таки… Как только будет известен исполнитель от России, вот если это будет Little Big, мы скажем… Нет, более того, когда они победят… Подожди, сначала угадать надо, понимаешь? Вот ты знал, ты знал. Мы об этом сразу скажем, что Пельс… Да. Говорите ему спасибо, ребят, если вдруг поедет Little Big. Все. Ну, да, да, ну, собственно говоря, да, и… И он стремительно в домкратом свалил. Ну, вот так вот, скорее всего… Ну, ты поняла, ты Валдеса слышала, Даша. Мы все поняли, что Валдесчик с юмором и относиться к, скажем, достоверности информации тоже нужно с юмором. Так что нам пока… Мы с тобой в нулях. Да. У нас нет ни да ни нет. Нет, ну а как вот в том году проходил отбор, Ян? Ты же как первоисточник, должна мне сказать. Я первоисточник, ты теперь меня называешь первоисточником, потому что я угадала, что поедет Little Big. Но это была математическая вероятность, ты же понимаешь. Так могло и не произойти. Это как встретить динозавра сегодня на улице. 50 процентов, да или нет? Да. То, что я угадала, это просто действительно совпадение вероятности и аналитика. Это то, чем мы сейчас с тобой занимаемся. Потому что стопудовой информации не было ни у кого. И первый канал, если ты помнишь, всех удивил. Потому что это был очень нетипичный для канала выбор. Соответственно, были какие варианты? Было вариант Александра Панайотов, Ольга Бузова нашла, значит, в роли спойлера. Димаша отмели, потому что сам Димаш отказался. И остались явные претенденты. Зиверт. Зиверт, Панайотов и Little Big. Да. И вот вся страна раскололась на три лагеря. Но дальше вы сами тоже можете мне многое об этом рассказать. Уже как паблик. Как вы готовились к этому финалу? Мы готовились как. Но появилось очень много информации. Прямо накануне объявления. То есть даже в этот день. Что поедет Юля Зиверт. Поедет там еще кто-то. И мы уже подготовили посты. То есть на всех. Но почему-то на Юлю Зиверт больше поставили пораньше ее. Так что вот, наверное, она поедет. Но неожиданно мы сами удивились, что едет Little Big. И у нас просто мы все такие, ааа, что делать? Шок-контент. Я вообще не входила в сеть, наверное, минут 10, потому что я орала в комнате. Вот так вот было. А теперь я расскажу, как было с точки зрения вообще всей фактологии. Потому что пабликов в Жайверовидне много. И один из крупных пабликов действительно всем говорил, что он знает-знает, кто поедет. И знает-знает-знает. И опубликует эту информацию. Точно помню, что это был понедельник, 20.00. И, соответственно, бац, и они публикуют Зиверт. И поскольку у паблика большая аудитория, это все начало расходиться, расходиться, расходиться. И ровно через час начинается программа «Время», где Первый канал просто переиграл всех, удивил всех и взорвал тогда Евросообщество и сообщество фанатов, объявив, что поедет Little Big. Ну а теперь сенсация. Стало ясно, кто именно поедет от нашей страны на конкурс Евровидения в мае этого года. Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга. Если вы не слышали ее хит с Киби-Ди, а ваши дети не пытались скопировать движение ее участников, то вы точно с Марса. Это было, конечно, что-то с чем-то. И действительно, реакция была такая прямо... Ну, мне кажется, хорошо, потому что все одного ожидали, а получилось совершенно другое. И это было прям прекрасно. За это мы прям полюбили первый канал. Главное, что в результате, даже несмотря на то, что конкурс отменился, собственно, самое большое количество просмотров. Да. В общем, Little Big обладатель целой серии рекордов Евровидения. Да. Мы тут рассуждаем, рассуждаем. А теперь давай просто поговорим, чтобы люди, наши зрители тоже поняли, почему выбор Little Big был настолько неожиданным для Первого канала. А именно, кого исторически вообще выбирал Первый канал. Ну, вот кого отправлял Первый канал за всю свою историю. Анастасия Приходько, 11 место. Алексей Воробьев, 16 место. Зин Гарипова, 5 место. Полина Гагарина, 2 место. И Самойлова. В 17-м году она не поехала на Евровидение, а в 18-м году не проход в пенал впервые в истории российского Евровидения. Ну, и Little Big, собственно, конкурс отменился. Итак, небольшие аналитические выводы. Артисты, отправленные Первым каналом, ни разу не побеждали, но 6 раз входили в ТОП-5. Это очень хорошие показатели. Кучно стреляем. И раз в 3 года у нас, получается, эксперимент. Вот Little Big как раз и был таким экспериментом. Да. И это сработало. Ну, почти. И вообще, Даш, ты же знаешь, в любой непонятной ситуации спроси короля. Да. Ну что да. Король ответит. Король ответит. Вообще король говорит. И потом не остановишь. Я предлагаю сейчас связаться с Филиппом Бедросичем и пошуршать. Может, он знает, какие инсайды. Тем более, мы же тут кое-что собрали на него. Ну да. Давай-ка. Недавно вот буквально на Рождество в Майами Little Big были на рождественском ужине у Филиппа Кирклорова. И, ну там, где-то летом они собирались на резиденции Эмина, пели песни, праздновали. То есть, может быть, что-то уже готовили? Может быть, может быть. Все эти ваши слухи, граждане, мы сейчас проверим у первоисточника. Боже мой, величество сиятельно! Ты великолепно выглядишь. Я готовился к встрече со звездой, освещающей главное музыкальное событие последних практически сорока... Сколько там? Девяти лет или пятидесяти? Сколько? Больше. Больше? Больше. Филичка, я здесь не одна. Нас здесь несколько журналистов, которые представляют крупнейшие европаблики. Поэтому у нас сейчас экспертно здесь Даша и я из девчонок. Соответственно, мы будем сейчас тебя мучить. Начинаем с фактов. Как всегда, ты кучу слухов запустил, вбрасывая такие фоточки-намеки. Значит, прошлый год, июнь, вы у Эмина были? Не вспоминай. А что? Нет, хочу подробностей. Мы так гульнули. Собственно, мы там и побратались с Little Big. Потому что слухи разные ходили, но вот там все точки над «и» были поставлены. Потом еще что? Какие еще слухи? Нет, подожди, а какие точки над «и»? Потому что когда Ксения Собчак писала свой блог, она тебе звонила, и вы были незнакомы еще на тот момент. Это был 19-й год. Были слухи о том, что я якобы помешал ребятам в год, когда ехал Лазарев второй раз, поехать на Евровидение. И якобы, значит, великий ужасный Киркоров сделал все, чтобы Little Big не поехали, а поехали Лазарев. Я тогда объяснил, что я вообще просто был нанятый продюсер каналом «Россия», который уже заведомо определил, что должен ехать Сережа Лазарев. Еще когда он первый раз поехал на Евровидение, и когда у нас украли победу, значит, выиграла певица Джамала. И ты помнишь прекрасно, что Сережа выиграл телеголосование. Голосование тележюри выиграла, по-моему, другая страна, я не помню, какая. А в результате Джамала, которая не выиграла ни телевоутинг, ни жюри голосования, победила на конкурсе путем каких-то вот этих математических расчетов и полным игнором жюри. О том, что едет Сережа от канала «Россия» было решено еще два года назад. Когда Little Big изъявили желание, или как там это произошло, поехать на Евровидение, решение уже было принято. И я просто его констатировал, но почему-то все приписали мне решение, что едет Сережа Лазарев. Ложки нашлись, а осадочек остался, понимаешь? И вот с этим чувством вы встретились у Эмина. И там вот первый раз мы встретились у Эмина. И как-то вот после пару-тройку бокалов текила, я, в принципе, не пью, но у Эмина невозможно не пить. Мы там хорошо так отдохнули, побратались, попели, очень подружились. Соня для меня просто, она потрясающая певица, крайне профессиональная. Илюша очень милейший парень. И вот так мы как-то вот там сошлись, лед и пламя, казалось бы, несовместимое стало совместимым. Спустя какое-то время дети, когда услышали песню Little Big, которая должна была представлять в прошлом году на Евровидении Россия, Uno. Ну, естественно, это стало главной песней в нашей доме. Они учили движение, они в эти флешмобы принимали участие. И это стала любимая группа моих детей, Аллы, Виктории и Мартина. И вдруг, когда мы встретились недавно совершенно за океаном в самолете, в одном летели отдыхать, вот, в Майами, они узнали в очереди, значит, мы стояли в одной очереди на паспортном контроле. Папа, Little Big! Я им там помахал. И мне Аллы Виктории говорит, папа, я тебя очень прошу, пригласи их к нам домой, сделаем фото. Ну, я и без этого хотел ребят пригласить, встретиться с ними, но с удовольствием их пригласил. И один из вечеров собирались на Рождество, и вот они к нам пришли на Рождество домой с Кристиной Арбакайте. Мы провели прекрасный вечер, очень много говорили, слушали музыки, говорили о Евровидении. И, естественно, состоялось то самое фото историческое, где дети были счастливы. Алла Виктория сказала, я пошлю всем своим одноклассникам это фото, мне будут все завидовать. Теперь Little Big – любимая группа детей, за что ребятам большое спасибо, потому что им теперь нравится не только Монгенштерн и Эль Проблема, которые они мне голову просто уже снесли этой песней. Из всего вышесказанного люди сделали один вывод. Киркоров продюсирует Little Big на Евровидении. Ну что ты, нет, 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 ни в коем случае. Киркоров просто дружит, его семья, его дети – большие фанаты Little Big на Евровидении. Я представлять буду Молдову, я продюсер-певица Наталья Гордиенко. Она не имеет права за себя голосовать. Но мы будем всех в Молдове призывать голосовать за Little Big. Ну если, ага, 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 вот ты спалился, ты говоришь за Little Big, а решение еще не принято. Ну слушай, это как-то ошибочка по Фрейду. Но я очень верю, я хочу верить в то, что все-таки ребята поедут на конкурс, потому что они действительно, они вот по всем пабликам, по всем рейтингам, по всем этим ставкам им прочили победу. Но никакого отношения к продюсированию Little Big я не имел, не имею. Ну и не знаю, наверное, не буду иметь, потому что им продюсер не нужен, они уже суперзвезды. Я продюсирую только раз в год один проект Евровидения и тех артистов, которых я верю, в которых я нахожу, которые находят меня и которые мне доверяют себя. Наташа рискнула, поверила. Я говорю, да, ты готова довериться, ты готова измениться, ты готова стать новой Наташей Городенко, и это будет новый отчет твоей жизни. Ты будешь секси. Так что наберись терпения, пожалуйста, девочка моя, и удивишься, какая у нас будет девочка, и как она предстанет евромиру, евромузыкальному миру, с какой песней, с каким номером. Могу тебе только сказать одно, что очень сладкое, к примеру. Ну что такое-то, не знаю, прям все дрожим уже от терпения. Что за дела? На этом я исчезаю, моя дорогая, потому что мои глаза меня... Сиятельный, люблю тебя, пока! Спасибо! Чао, чао. Что думаешь, это скорее да или скорее нет? По-моему, это однозначно нет. А я за. Мне кажется, что он все-таки что-то знает. Ну он тебе сказал русским языком. Ну, если обсуждают, значит, все-таки Первый канал прям настроен, агрессивно на Little Big. Мне так кажется. Господи, при этом у нас, понимаешь, вот прямо сейчас с каналом мы ни у кого спросить не можем. А может быть, в этом и есть интрига? Окей, ладно. Ну я, честно говоря, меня никто здесь пока не убедил. Ты против? Я не то чтобы против. У меня есть некий скепсис, понимаешь? Просто мы базируемся сейчас с тобой на данных источников, которые можем найти. Все, и при этом официальный источник единственный, просто молчит и не дает нам никаких зацепок. Просто ни за вариант, что Little Big поедет, ни за вариант обратный. А если не Little Big, то кто вообще может поехать тогда, если больше ничего не обсуждается? Слушай, ну это хороший вопрос. Если не Little Big, то кто? Ну сам Илья, между прочим, он же сам говорит, что он против этой несменяемости, и что у нас мало ли артистов, которые могут хорошо представить нашу страну. Он же говорил так? Да, говорил. Я считаю, нужно давать дорогу другим, говорит Илья Прусикин. Так, хорошо. Если не Little Big, то кто? А давай-ка мы проанализируем, что сейчас происходит в других странах и кого отправляют наши конкуренты в этом году. Там. Давай, возвраты, потому что очень много артистов сразу подтвердилось после конкурса. Ну и национальные отборы. Какие страны подтвердили участников прошлого года? Ну смотри. Австралия, Ирландия, Словения, Азербайджан, Бельгия, Израиль, уже песня известна, Мальта, Румыния, Украина, Австрия, Чехия, Греция, Исландия, Болгария, Грузия, Латвия, Сан-Марина, Сербия, Испания, Нидерланды, Швейцария и Северная Македония. Да, но при этом не все из этих стран гарантировали участникам просто поездки на Евровидение. Некоторые должны еще пройти через финал и полуфинал. Ну да, получается вот в Финляндии, хотя Аксель говорил, что не будет участвовать в финале отбора, все-таки участвуют с песней Хюард. Эстония, как мы знаем, в полуфинале Укус Увиста будет, даже не в финале. Швеция, Де Мамос, тоже получается в полуфинале, но это мелодии фестивальны, вряд ли там были какие-то исключения. И Литва, Де Руб, автоматически в финале, наверное, одни из самых главных конкурентов в том году для России были бы, как и Исландия. Да, и, кстати, получается, что два основных конкурента прошлого года, а именно Дадди, собственно, и Де Руб. Да. Снова в игре, но Литл Биг пока неизвестна в игре или нет. Кстати, как ты оцениваешь видео Де Руб? Понравилось тебе? Я буквально вот недавно посмотрела, и мне кажется, это очень сильно. Это как? Глоток свежего воздуха для Литвы и для Евровидения в целом. И мне кажется, это очень большие шансы. Понятно, на финал это 100%, на победу, я думаю, тоже есть. Посмотрим, что Дадди представит. Потому что я на Дадди в том году ставила. На Дадди и я в том году. Кто в том году не ставил на Дадди? Нет здесь таких. Исландия была, мне кажется, прям вот явным кандидатом в победителе. Но если говорить о Де Руб, то, на мой взгляд, эта работа поспокойнее, чем Онфайр, потому что Онфайр взорвало все, и это был действительно большой успех уже на этапе предварительно. Ну, я в Де Руб вижу, в любом случае, отсылки к Онфайр и какие-то отсылки даже к Little Big Uno, потому что они тоже на каких-то таких в стиле 80-х, 70-х. То есть, может быть, они тоже решили стрельнуть в эту сторону? Интересно, что есть ощущение, что страны все немножко ориентируются на возможное возвращение Little Big, но гарантии участия Little Big в этом году нет ни у кого. Нет. Вот, собственно, да, и мы по-прежнему топчемся вокруг того, что информация из официальных источников отсутствует, и мы ловим ее, ловим где можем, спрашиваем, у кого можем. Но, Яна, в том году ты же сама наванговала Little Big в шоу «Петя любит выпить». Little Big и Зивер, кто? Зивер. Все, ребята, порешали. Илья, хочешь ты этого или нет? Ну, на наше личное, так сказать, Евровидение с Петей едет группа. Еее. Как в этом году? Ты будешь делать какие-то ставки? Слушайте, чем больше я обо всем об этом думаю, если вы меня спросите сейчас, то я, скорее всего, отвечу «нет». Евровидение в этом году будет без Little Big. Почему я так думаю? Ну, вы слышали всех. Никто ни в чем не уверен. Официально канал тоже ничего не говорил. И это, на самом деле, самый мощный аргумент на данный момент. Но, если предположить, что ребята тянут интригу или что-то в этом роде, возможно, они просто выигрывают время, потому что не уверены сами. Вот у меня такое ощущение. Но, предлагаю альтернативный вариант. Если вы хотите, чтобы это произошло, давайте бомбить аккаунты всех участников коллектива. Пишите Илье, пишите Соне, Антону, всем. А также пишите на первый канал, что вы хотите, чтобы Little Big поехал. А вдруг мы с вами что-то изменим? Я снова благодарю вас за подготовку и всех вас за любовь к Евровидению. А теперь начинается самое интересное. Пишите в комментариях, кто по-вашему, если уж не Little Big, будет представлять нашу страну на Евровидении в этом году. Ну, или если вы хотите, чтобы это были Little Big, пишите, почему. Друзья, Евровидение – это мы с вами, это наша любовь. Хотим почувствовать ее в комментариях. Ну, и до следующего выпуска. АПЛОДИСМЕНТЫ ДУВrellении –